С 13 лет Игнатий Беряков пришёл в Алуйский монастырь. У мальчика было огромное желание посвятить себя Богу. Свято-Николаевский кафедральный собор – это всё, что осталось от монастырских строений. Полуразрушенный он был восстановлен в начале 2000-х. Внизу собора, в нетронутых старинных подвалах – музей, где можно узнать о жизни мученика и событиях тех лет. После уже революции здесь произошли значительные события по разорву тех сбережений, которые имелись непосредственно в этом храме. Но золота здесь не нашли, были только серебряные сосуды. Богоборцы не верили, что взять больше нечего. Настоятеля отца Игнатия вывели полураздетым на мороз, на паперть. Требовали признания, продолжали обыски. Затем монастырь закрыли. Спустя годы батюшку всё же отправили в ссылку. В архивах хранится фото, сделанное уже после ареста. Замученный, без волос. Несколько лет назад Сава, епископ Валуйский и Алексеевский лично написал портрет святого. Признаётся, очень хотел изобразить его снова здоровым и спокойным. У меня мысль написать портрет его, она настолько вонзилась мне в сердце в пять утра, что я в пять утра встал, я так никогда не делал. И просидел вот, наверное, над этим портретом где-то трое суток. Где сейчас находится? Это вот мы сейчас вынесли, а вообще где это? Она в алтаре стоит. Стоит в алтаре, в месте, где он служил. Вот мы служим литурею, и он смотрит на нас. Сейчас след за епископом святого рисуют дети воскресной школы. Старательно и красиво, и всегда без следов мучений. Кроме Игнатия Бирюкова, историки в архивах нашли имена и подробности подвигов ещё восьми мучеников, которые имели отношение к Валуйской епархии. В лице преподобного Игнатия мы вспоминаем всех мученных за веру христианскую. Ведь это же, ну какое время было. Вот представьте себе, что количество пострадавших за веру христианскую превзошло количество мучеников первых времён. Недавно мы готовили сюжет о святом из Алексеевки, метрофане Краснопольском. На вам мученика почитают в местном храме. Есть икона и написана книга. А, например, в Ровеньках только узнали о местном святом. Планируют поместить на стену храма памятную табличку. Рассказывать о нём прихожанам. На самом деле люди немножечко перезагружаются в своей действительности повседневной. Вот так вот ходили много лет в храм. Ну, ходили, обращались к Богу, к святым, которых они совершенно не представляли, да, как до своей жизни. А это вот живой человек. В других храмах епархии тоже планируют увековечить память своих святых, чьи имена стали недавно известны. Татьяна Кулькова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогоря.